Дорогие телезрители, с 3 по 5 ноября по всей России прошел большой этнографический диктант. Прошло уже более месяца и пора уже подвести итоги. О том, как хорошо мы знаем историю, обычаи, традиции народов и культуру народов России, нам расскажет первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия Иван Петрович Луцкан. Доброе утро. Доброе утро, Виталий. Доброе утро, дорогие телезрители. Итак, уже прошло, как я сказал, более месяца. Можно, наверное, уже какие-то итоги подвести, да? Да, вчера состоялась большая пресс-конференция в информационном агентстве ТАСС, которую проводил руководитель Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов. И как раз-таки там были подведены итоги в целом по всей нашей стране этнографического диктанта. Как в России вообще написали этот диктант? Мне, конечно, интересно, как в Якутии написали. Надо отметить, что эта акция проходит уже во второй раз. Организаторами выступает Федеральное агентство по делам национальности, а вообще эту идею предложило Министерство по делам национальности Удмуртии. В этом году в акции присоединилось гораздо больше участников. Если в 2016 году про Россию написали этот диктант всего 90 тысяч человек, то в этом году их уже 367, из которых 200 тысяч написало в онлайн-режиме. 167 тысяч человек написало на площадках, которые проходили непосредственно, ну не в онлайн, а в оригинальном режиме, необходимо было приходить непосредственно на места проведения. Что касается Якутии, то Якутия в этот раз опять стала лидером. Причем лидером не только по количеству площадок, у нас их было 314, и это было отмечено руководителем Федерального агентства по делам национальности, вот эту нашу сплоченность, которую мы проявили, но еще и самоотверженность. Почему? Потому что в интервью Игорь Вячеславович Баринов, он отметил, что звонили с Эмиконского луса, сказали, вот у нас сейчас началась пруга, все равно у нас, несмотря на проблемы со связью, качество интернета, нам было вовремя отдать все протоколы, заполненные уже с результатами. Это с этим было строго все? Да, с этим было очень все строго. 3 ноября писали, вечером уже 3 ноября необходимо было все направлять, и вот в таких условиях, он это очень отметил, что этнодиктант проходил. Поэтому Якутия получила, во-первых, диплом вчера, Анатолий Дмитриевич Брайан, наш министр, вчера в торжественной обстановке его получил, и в этом дипломе как раз и написано, как самый самоотверженный, и там слово еще такое было, надежный партнер в проведении такой акции. Вот всего 5 регионов было отмечено, и нам отрадно, что Якутия в числе их. А по количеству участников Якутия на втором месте, мы на втором месте после Москвы, как бы ни странно это не звучало. Если сравнить население, как так получилось? У нас в абсолютных числах получилось так, что все равно мы на втором месте. Это даже не в процентах. Это не в процентах, да. У нас в Москве написало 18 тысяч человек, в Якутии написало на диктант 10 тысяч человек, даже там с хвостиком 10 тысяч, там 315. То есть это вот для Федерального агентства по делам национальности, это вот опять же показатель, как Якутия может сплоченно выходить на мероприятия, познавать, узнавать, и это очень отрадно. Какие вопросы были? Допустим, может, многие наши телезрители, несмотря на то, что мы второе место заняли по количеству пришедших на диктант, какие вопросы задавались? Может, телезрителям будет интересно? Вот хочется сразу отметить, что вопросы в этом году были сложнее, чем в 2016 году. И в первую очередь, конечно, они касались культуры, истории, традиций, обычаи народов России. И в этом году в чем была особенность, что была региональная часть. То есть для Дальнего Востока было 10 вопросов, которые касались непосредственно субъектов ДВФО, в том числе и Якутии. Причем Якутия фигурировала как в федеральной части, то есть для всех регионов страны, так и в региональной части. Это, опять же, делает нам определенный комплимент. Вот, например, такой вопрос был. Что такое омурочка? Виталий, ты знаешь, что такое? Я бы не ответил на этот вопрос. Да, без особых знаний никто бы не ответил, но это разновидность лодки, как раз у северных народов. Буду знать. Да, про Якутию было вопрос и про русскоуснинцев на берегах, и по хачан, на берегах каких рек они сейчас проживают. Также был вопрос, касаемый юбилея, который у нас в этом году отмечается, это 385-летие вхождения Якутии в состав российского государства. Были представлены ряд регионов, и надо было их в хронологическом порядке, когда кто вступил, вошел в состав российского государства. На тот момент именно регионы надо было выстроить. То есть вот Якутия была, опять же, представлена в таких вопросах. Это уже второй год, как проводится этнографический диктант. Третий, я уверен, что тоже запланирован. Известно, возможно, дата. Да, ну, видимо, привязка будет очередная к Дню народного единства, к 4 ноября, в этом году, 3 ноября он прошел. В принципе, как и в прошлом году он, опять же, проходил чуть раньше, правда, был он в конце октября, но итоги подводились на День народного единства. Сейчас, видимо, пошли по иному пути. 3 ноября пишется диктант, а в День Конституции Российской Федерации подводятся итоги. Большое спасибо, что поделились этой интересной новостью. Я уверен, что нашим телезрителям тоже было интересно. Я думаю, что мы с вами еще не раз встретимся, но уже, скорее всего, в следующем году. Большое спасибо, что пришли и встретили это утро вместе с нами, дорогие телезрители. Спасибо.